Добрый день! Давайте прячем еще ваше письмо. Сегодня успеем, может парочку, может трое, пока мой муж ремонтирует машину. У меня рукастый муж, он умеет делать все сам, чем я очень горжусь. Итак, нам сообщение. Галина, добрый день! Не могу оставить без вашего внимания, а главное, вашего комментирования на ютюбе вот этого видео. И она дает ссылочку. Я тоже ссылочку подпишу в описании этого ролика. Это ролик называется «Ваше здоровье решать вам. Программа очищения. Часть первая», которую сделала Наталья Квик. Блогер из Америки, бывшая русская, может быть, вы слышали про нее. Очень приятная женщина взяла интервью у медика-натуропата. Эту профессию она получила в США, но по образованию медик, которая рассказывает про очищение организма на основе сока алоэ вера. Определенные марки. Именно применение этого сока постоянно и правильно. Тогда проблем не будет. Вопрос интересует ваше мнение по этому поводу. Я понимаю, что сколько людей, столько предлагаемых практик. Но очищение организма по их методикам или через их фирма, а также по кошельку будущего покупателя. При этом она Калаваду, не знаю, может быть, это фамилия дамы, я уже забыла, очистительная система кораллового клуба в России, в некотором, а может быть, это Калавада, очистительная программа, ставит под сомнение, что так не помогает, как ее алоэ вера. Заранее спасибо за внимание. Буду ждать обязательно вашего рассказа. Я знаю и Наталью Квик, и я хочу сказать, что я не смотрю практически русскоговорящих блогеров из Америки, потому что, ну, я сама здесь живу, я сама все это вижу. И взгляд с другого угла мне не очень интересен. Я сама все это воспринимаю так, как я воспринимаю сама. Но Наталью Квик, я знаю, мне ее советовали, у меня есть парочка видео о моих любимых блогеров, и мне сказали, ой, Наташу, посмотрите обязательно. И у нее, прям по вашему совету, я смотрела видео, где она рассказывает, где она чуть не попала в сексуальное рабство. Там ссылочку поищите. Достаточно вот рассказ захватывающий, потому что произошло непосредственно с ней. И, как ни странно, это видео, о котором вы говорите, я тоже видела. Иногда вот я говорю, я вам смотрю, я включаю любимых блогеров своих, и когда они заканчиваются, почему-то не из их плейлиста включается следующее видео, а то, которое вот YouTube поставил. И мне открылось именно это видео, о котором вы сейчас говорите, поэтому я не пересмотрела его сегодня перед записью, но я его досмотрела до конца, именно первую часть, на вторую я уже не стала переключаться, не знаю, сколько там частей. И не очень свежие впечатления, но те, которые я получила в прошлый раз. Прежде всего, я прошу вас, те, кто любит Наталью и те, кто ее смотрят, вы ей напишите или дайте ссылку на мое видео, или просто напишите, что Наташа, с такими рекламами нужно быть предельно осторожной, потому что мы с ней обе живем в США. И в США нельзя заявлять о том, что вот эта продукция вас излечит. А она пошла на трюк, причем я почему-то думаю, что она слукавила. В самом начале видео, зная, что ее любят и слушают, и к ее советам прислушиваются, она позволила себе такую фразу, что у нее была экзема, будто бы экзема, по-моему, если не эта, то вы посмотрите, сами определитесь. И после очистительной программы этой компании на основе Алоэ Вера, мне кажется, она называется Forever, эта компания, что-то еще. Если мне дадите название компании, я посмотрю в справочнике, насколько эта компания серьезна, у нее эта экзема прошла. То есть явное заявление того, что с помощью добавок, это добавка, какой бы продукция ни была, можно излечиться от заболевания. В Америке этого говорить нельзя. Если она внимательно посмотрит документ, прилагаемый, когда мы вступаем в любую компанию по нутришн, по добавкам, там есть Policy and Procedures. И там четко написано, что добавки являются preventing, они улучшают здоровье, но они не излечивают заболеваний. И поэтому ей надо это видео переделать, потому что в этой стране нельзя нарушать правила. Вот если понимать, что здравоохранение – это монстр, который никому не даст посигнуть на их поле деятельности, то можно понять, что ее, если она вступила в этот клуб, я так думаю, она давала рекламу столь активную, потому что ей сказали, ой, я тебя подпишу, я все за тебя сделаю, ты только денежки будешь получать, прорекламировав меня вот так хорошо, то нужно понимать, что ее и лицензии лишат, и всю ту ветку, которую она уже построила, для нее построили за это время, ее лишат, и ее наградят таким штрафом, что мало не покажется. В этой стране лучше соблюдать законы. Очень настоятельно рекомендую. И я Наталье тогда ничего не стала писать, хотя, наверное, поленилась. Просто я к ней очень хорошо отношусь, и можно было бы это сделать. Это видео надо переделать, во всяком случае, все просмотреть, и где что обрезать, надо обязательно обрезать. По поводу того, что Дама говорит, что вот в России тоже есть очистительные программы, коралловый клуб в первую очередь, и что он не так хорош, как их, я думаю, что это просто огульное выражение, потому что любая чистка, она все равно лучше, чем никакой чистки. Многие люди понимают, что организм наш засоряется, засоряется, и он засоряется не только с едой, потому что в еде сейчас очень много химических консервантов, чтобы они не портились. И они вырастают уже нездоровыми, потому что в почве столько напихано, что, естественно, оно все есть. Мы заражаем свой организм, засоряем, я так скажу, из-за того, что машина ездит, из-за того, что заводы рядом дымят, из-за того, что кто-то в доме курит. И даже от спреев, которые мы освежаем воздух и прочее разное, мы постоянно засоряем свой организм, и чистить его надо. Чем чистить? Это уже ваше решение. Вы можете чистить алоэ вера, бога ради, вы можете чистить коралловым клубом, ту, которую они предлагают, вы можете чистить даже, как называется, герболайфом, про которого я уже говорила, и у которого витаминки слабенькие. Ну, лучше слабенькую чистку делать, чем не делать никакой. Поэтому уже смотрите действительно по кошельку, что и как. Я дам услышала, дам о медик, поэтому она может преподнести все грамотно, значительно лучше, чем я говорю. И она даже предлагает звонить, ей записывается на личную консультацию, и она будет консультировать вас, как излечиться можно с помощью препаратов алоэ вера. Но если вы посмотрите на препарат алоэ вера, помимо самого алоэ вера, там будет еще пара, тройку компонентов, которые вас излечат, вот такую панацею она нашла. Это тоже сетевой маркетинг, и сетевой маркетинг имеет право быть, и, как правило, он лучше того, что вы можете купить на полках, но к сетевому маркетингу тоже надо смотреть на рейтинг. Именно потому, что последние 20 лет вот добавки приобрели столь широкое употребление, и, наконец-то, Россия, Минздрав России сделал официальное заявление, что они признают действия добавок, что они помогают человеку быть здоровее. Именно поэтому канадское правительство, в котором медицина бесплатная, задумалась и попросила свое министерство здравоохранения проанализировать, что на рынок выбрасывают эти компании, потому что и в Америке, и в Канаде, а теперь и в России можно продать абсолютно все, если вы скажете, что это поможет вам быть здоровее. И поэтому я анализировала два последних справочника по добавкам, которые производятся в США и Канаде. Это вот пятый. Я перед этим анализировала четвертый. Я дам вам ссылочки на эти витаминки. И несмотря на то, что Юсана находится, это прошлогодний, в нынешнем году, в 2014 году вышел новый справочник. Он выглядит вот так. У меня просто копия корочки. Это справочник, который находится у каждого доктора. И я не стала просто ее оформлять так, как у меня есть. Я с людьми практически не говорю. Вот с глазу на глаз, только по Ютубу теперь. И там наша продукция расположена не в разделе добавки, а в разделе лекарства. Я все равно не имею права сказать, что если вы будете принимать эти препараты, вы излечитесь. Даже при том, что они находятся именно там. Кстати, по беременным девочкам, вот в этом справочнике еще нет витаминок для беременных, а вот в этом от 2014 года уже есть витаминки для беременных. Если хотите хорошо беременность выносить, стучите, я вам расскажу, потому что иногда доктора не могут найти эти витаминки. Они смотрят среди добавок, а они у нас среди лекарства. Но я все равно никогда не скажу вам о том, что вы можете вылечиться от какого-либо заболевания, как доктор себе позволила. Может быть, она тоже не заглянула в полоси N-процеджес. То есть это очень рискованно. Ну а мы начали говорить о том, что там один алоэ вера и что-то два-три компонента еще добавляется. Вот это вот состав. Состав антиоксидантов в наших витаминках, которые просто базовые витаминки. А это состав минералов, которые входят просто в наши базовые витаминки. Витаминки я эти уже показывала, я их не буду с полочки доставать, чтобы ваше время не тратить. То есть вы сами выбираете, что вам нужно. Я просто покажу вам еще один вот такой буклетик. Вот это вот наши витаминки, состав которых я вам показала. А вот это то количество баночек, которые нужно купить, чтобы набрать такой же состав, как вот этих. Стоят витамины дорого. Они стоят 50 долларов. 53. 53 уже теперь доллара. Очистительная программа в Юсане тоже есть. Она на 5 дней, она выводит токсины и загрязнения все из организма. За 5 дней стоит эта программа 110 долларов. Поэтому вы смотрите, что вам больше подходит. Если вы готовы верить человеку, который, имея медицинское образование, может вам лучше на основе ваших анализов вынести диагноз, то бога ради. Но верить просто потому, что панацею нашли Валоя Вера, я бы не стала. И я думаю, что в Коралловом клубе компонентов, которые входят в очистительную программу, значительно больше, чем Валоя Вера. Я не помню уже название точно, я сталкивалась с этой компанией, уже когда я нашла для себя Юсану и была абсолютно счастлива. У меня есть подружайка. Мы с ней знакомы вот только по интернету. Мы с ней общались по телефону. Она живет во Флориде. Очень интереснейший человечек. Она в свое время работала на киностудии. Она сейчас в интернете организовывает там вот клуб любителей, чтобы продвигать те проекты, которые заслушивают нашего внимания. Интереснейшая женщина. Я надеюсь, что я когда-нибудь с ней встречусь лично. У нас никак не получается, потому что, когда я бываю во Флориде, она обычно путешествует. И путешествует подолгу. Они могут на месяц уехать, на два, они даже, по-моему, на три месяца уезжали в полукругосветное путешествие. Она замужем за нашим мужчиной, евреем. Оба, два сапока. Пара шикарнейшая. Пара хочу лично увидеть. И она когда-то ко мне обратилась, сказала, Галь, мне вот такой вот порекомендовали. Причем они говорят, что и вес снизится, и здоровье улучшится, и все-все-все. Я ей сказала, ты пробуй. Ты пробуй все, потому что лучше это, чем ничего. Но сказать, что они стали стройные, я не могу. Вот то, что в Юсане есть тоже программа по контролю веса, могу сказать. Я тогда смотрела, я сейчас не помню уже не название этой программы, но я ее тогда смотрела, рейтинг был недостаточно высок, но я имела, счастье скажу, встретиться с претендентами, с работниками этой компании на Грейт Каньоне, на Грейт Каньоне, в Великие Каньоны. Вот я там встретилась, они как раз конференцию проводили, наверное, в Вегасе, и вот вывезли их всех туда. И что я заметила? Они какие-то одержимые. Они какие-то одержимые. То есть я услышала русскую речь, я к ним подхожу. Они из России сюда приехали на конференцию, да еще на Грейт Каньон попали. И я к ним подхожу, просто что русская речь, я всегда иду на русскую речь. И я сталкиваюсь с людьми, которые ничего не видят, кроме алоэ вера. Это как религия, это как секта. И я стараюсь быть подальше от таких людей. Панацеи нет. Панацеи нет. Но любая чистка – это хорошо. И любые витамины – это тоже лучше, чем ничего. Но вы посчитайте. То есть чем оплатить вот за каждую баночку отдельно, может быть, не полную дозу этих выпивать, а хотя бы одну половинку или четвертую часть – это будет лучше, чем ничего. А с вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.